МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он вас любит или нет? Узнайте ответ на этот вопрос при помощи тепловизора. Пегиду привели в бешенство изображение темнокожих детей на шоколадках. Участники антиисламского движения Пегида были возмущены, обнаружив фотографии детей восточной внешности с темным цветом кожи на упаковках киндер. Как оказалось, это были детские фото членов немецких футбольных команд. Они не остановятся ни перед чем. Вы на самом деле хотите купить это? Написал представитель филиала Пегиды в Баден-Вюртенберг на фейсбук под плакатом. Его поддержали и другие комментаторы. Бедная Германия. Это фейк? Прокомментировали они. Комментаторы недоумевают, почему всемирно известная шоколадная компания решила использовать детские фотографии национальной сборной по футболу, чтобы отпраздновать предстоящие Евро-2016. На фото футболисты Гюндаган и Боатенг – оба граждане Германии, которые играют за Баруси и Баварию соответственно. Другие интернет-пользователи критически отнеслись к сообщениям Пегиды. «Если вы против миграции, то закройте границы и ни экспорта, ни миграции. Тогда вы получите безработицу и местную футбольную лигу», – написал один из комментаторов. «Лучше всего не отвечать на это, иначе мы нырнем в осиное гнездо», – добавил другой читатель. Представители компании «Киндер» также прокомментировали ситуацию. «Мы хотим отградиться от любых форм сенофобии и дискриминации. Мы не приемлем их ни на Facebook, ни где-либо еще». Церемония явления публики мотоцикла «Лайт Райдер» состоялась в Отто-Бруне в Баварии. Отпечатанный с помощью 3D-принтера двухколесный аппарат представил глава аэрокосмического концерна «Эрбас» Том Эндерс. Мотоцикл с электродвигателем весит 35 килограммов. Насколько он легкий, продемонстрировал Юахим Цетлер, директор компании-разработчика «Апворкс» дочки «Эрбас». Для максимального снижения веса аппарата его спортивная рама, напоминающая паутину, отпечатана из специального алюминиевого сплава. По прочности он не уступает титану, говорят конструкторы. Больше похожий на велосипед, чем на мотоцикл «Лайт Райдер» оснащен электродвигателем мощностью 6 киловатт. Он развивает скорость 80 километров в час и имеет запас хода 60 километров. Хотя технология 3D-печати дешевле, чем традиционное производство, это не сказалось на цене мотоцикла. Он стоит 56 тысяч долларов. От нотно-зеленого до темно-серого – вот и все оттенки, доступные филиппинскому художнику Джесси Варгасу. Он рисует акварелью полученные засадка вод местных рек. Вместо цветов на баночках с красками имена – пасик, морякана, лагуна, шесть крупнейших каналов, протекающих через Манилу. Все они, говорят активисты, в ужасном экологическом состоянии. Продемонстрировать это должна выставка, открывшаяся в Маниле. Здесь грязь местных рек превратилась в городские пейзажи и портреты местных жителей. Сначала было тяжело. Я впервые использовал пигменты грязи. Да еще этот запах. Хотя осадки уже простерилизовали, чтобы удалить бактерии, они все равно воняли илом. И это было тем еще испытанием. Согласно национальной комиссии по отходам, в Маниле каждый день собирают 9 тысяч тонн мусора. Сколько из них оказывается в реках – точно неизвестно. Пасик – одна из крупнейших рек Филиппин – считается одной из самых грязных в мире. Ее экологическое состояние стало ухудшаться после Второй мировой. Когда в Маниле начала развиваться промышленность, отходы сбрасывали прямо в реку. В 80-х в ней запретили рыбалку. В 90-х Пасик признали биологически мертвым. Тем не менее, на его берегах продолжают жить десятки тысяч людей. Общее у этих картин то, что практически на всех изображены дети и их семьи, живущие на берегах реки Пасик. Люди наслаждаются этой водой, даже не осознавая, насколько она загрязнена. И это должно побудить нас к возрождению Пасига. Цена таких полотен от 800 до 2,5 тысяч долларов. Собранные деньги будут направлены в местные благодарительные организации, которые занимаются очисткой загрязненных рек. Эта студентка влюблена. Исследователи из Университета Гранады делают такой вывод не на основе интервью или наблюдений. О чувствах девушки им рассказал тепловизор. Вернее, тепловое изображение ее руки. Ученые попросили 60 талантеров, недавно вступивших в отношения, опустить на пару минут их рабочую руку в холодную воду. При этом участники эксперимента должны были смотреть на фотографии своих возлюбленных. Контрольная группа смотрела на фото друзей. Мы видим более быстрое восстановление температуры у тех, кто смотрел на фото возлюбленных, а не на фото друзей, рассказывает исследователь. При влюбленности, говорят ученые, щеки, нос, лоб и ладони становятся на 2 градуса теплее. Температура тела связана с симпатической и парасимпатической нервными системами, поясняет профессор психологии Университета Гранады. Она зависит от того, как вы себя чувствуете и насколько вы возбуждены. Это очень чувствительный параметр, и по нему легко измерить работу периферической нервной системы. Ранее ученые также попросили волонтеров раздеться по поясу и произнести какую-нибудь ложь. Замер температуры показал эффект Пиноккио. Когда испытуемые врали, их носы становились теплее. Разработчики верят, что для такой технологии можно будет найти практическое применение. Если мы сможем более детально анализировать тепловые снимки, пиксель за пикселем, кадр за кадром, то при помощи специальных алгоритмов мы сможем угадывать или предсказывать эмоциональное состояние людей, просто снимая их на видео, рассказывает профессор Торный. Первый телефон со встроенным тепловизором поступит в продажу уже в следующем месяце. Он будет стоить около 600 долларов.